МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал Рика ТВ, программа Город сегодня. Здравствуйте. В понедельник вечером в парке имени первого президента чествовали октябрьскую молодежь. Самые яркие представители разных отраслей науки, культуры и производства получали награды от руководителей области. Немало было и тех, кто решил развивать собственное дело. И хотя это совсем не просто, молодые предприниматели не теряют надежды, что именно в бизнесе можно преуспеть. Главное – быть востребованным. На выставке в парке показывали свои компании члены молодежного крыла Ассоциации деловых женщин. Бизнес, организованный девушками – это студии красоты, школы творчества для детей, дизайнерские и прочие услуги. Так, например, компания «Помощь хозяйке», которая существует уже два года, специализируется на домашней работе. И с уборкой поможет, и с химчисткой, и с детьми могут посидеть, и медсестру на дом вызвать. А потом обязательно у клиентов поинтересуются, довольны ли результатом. Ответ поступит в социальных сетях, а там сохранить репутацию нелегко. Но, как показал беглый обзор страницы в Инстаграме, работой помощников хозяйки клиенты довольны. Сейчас филиалы компании работают уже в четырех городах, в том числе Актау, Шемкенте и Астане. В нашей студии Бахет Молдогиреева, директор компании «Помощь хозяйке». Бахет, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько мне известно, вы и работали в банке, в Акимате. Как пришли к идее создать собственный бизнес? Наверняка это пришла идея после того, как я проработала два года в отделе предпринимательства под руководством Анарной Рубековной. То есть мы проводили различные бизнес-тренинги, бизнес-нуля, и, наверное, основа пошла оттуда. А вот скажите, как вам удается совмещать семью и работу? Ведь это постоянные командировки, отчеты, работа с клиентами и так далее. Получается, в командировке я езжу вместе со своими детьми и нянечкой. Работаю с персоналом, работаю сама лично, а с клиентами у меня работает администратор. В мае вы провели очень интересное мероприятие под названием «Мама-фест». Расскажите более подробнее, в чем цель была данного мероприятия. У меня есть страничка в Инстаграме «Так тебе, Мамсклуб», где у нас 30 тысяч подписчиков. И каждый день эти мамочки задаются вопросами, куда повезти ребенка, где лучшие секции, куда повезти какому врачу, например. И таким образом мы их собрали вместе в один день, полу второго мая. Но так это сделали при урочке, как образовательную ярмарку. Там были 30 участников, это предприниматели молодые, которые занимаются именно образовательными центрами. И мы это сделали как праздник для мам, и в то же время успешная площадка для предпринимателей, чтобы заявить о себе. Вот многие молодые девушки открывают сейчас свой бизнес, но потом быстро его закрывают, да? Разочаровываются в каких-либо аспектах. Не идет торговля, не идет вообще бизнес, да? Вот что вы можете сказать по этому поводу? Я считаю, что не нужно отчаиваться, нужно идти, находить себя, во-первых. И у меня такое было, то есть не раз, да? Это нужно остановиться, подумать, рассчитать, что не так. И это нормально. Но если заниматься что-то одним, и систематически обязательно будет и успех, и прибыль. А чем вам может помочь АДЖК и палата предпринимателей активной области? Ну, палата предпринимателей АТМИКЕН, так как у меня нет на сегодняшний день своего юриста, они помогают мне делать договора различные, юридические, да? Ассоциация деловых женщин, которая основана еще 22 года назад под руководством Раушан Сарсимбаевой, где собрали всех женщин молодых предпринимателей. Сейчас открывается молодое крыло, это Жастханатар, где сейчас в Актюбинске у нас 22 девушки предпринимателей. Мы помогаем друг другу, это взаимодействовать друг с другом, помогать, делиться опытом. Также состав АДЖК под руководством, где кульшат Масалимовны, они делятся ведением успешного своего бизнеса наглядно, и также помогают нам, чтобы не совершить свои ошибки. А вот расскажите подробнее, помощь хозяйке, уборка в доме, бизнес-повар, няння на час, как вы отбираете этих всех людей, где вы их находите? Ведь не каждый согласится же. Знаете, вот помощь хозяйке получает, я помогаю не только тем мамам, женщинам, которые остались, например, не успевают по дому, но тем же женщинам, которые сейчас в кризисный момент остались без работы. Это те же преподаватели, те же женщины, например, домохозяйки, которым нужен дополнительный доход. Сейчас, на сегодняшний день у меня 45. Человек, которые помогают. Которые помогают, да. И как бы мы набираем еще людей. То есть этого недостаточно для них. А вот были недовольные клиенты? Не понравилось, как приготовил повар? Как вы разрешаете эти скорости? Мы разрешаем. То есть, наверное, каждый 20-й, может, недовольный. Тоже потому, что у каждого свое хозяйство. Каждый как-то по-другому все это рассчитывает. Мы идем на уступки. То есть мы поменяем людей, отвезем или сделаем какую-то добавочную скидку. Но в любом случае жалобы разрешаются. Разрешаются, естественно. А ценовая политика можно узнать? Ценовая политика? Ценовую политику составляла я сама. С тех расчетом. Вот сколько бы мне не жалко было заплатить. Вот так вот. А люди, которые на вас работают, не будут потом претензии предъявлять именно вам? Они работают по трудовому договору. У них зарплата, да, ежемесячная зарплата. То есть никаких процентов, только они получают зарплата. Что у вас в планах? Что планируете организовывать? Так, в планах сейчас помощь хозяйке есть в четырех регионах. Это в Актау, есть в Шамкенте, в Атрау запускают с октября, с Астаны со следующего года, получается, с января месяца мы запускаем. Как бы работа идет. Я хотела бы помочь не только по этим регионам, а вообще женщинам в каждом регионе Казахстана. Поэтому хочу выйти на все регионы. Бахат, а вы можете сами для себя определить, в чем успех любого бизнеса для бизнес-леди? Да, в чем успех? Во-первых, это, наверное, нужно какую-то основу иметь уже. С этим как-то прийти, к этому найти. Самое главное еще быть в гармонии с собой. Это любой бизнес, любая работа должна приносить вам удовольствие. Таким образом вы будете спивать и на работе, и дома, и в отношениях с мужем, и с детьми, например. Мне кажется, в этом и есть успех любого бизнеса. В любом случае, нужно же иметь высшее образование для того, чтобы сформировать бизнес, бизнес-идею сделать хорошую, грамотную, чтобы это работало. Да, наверняка нужно иметь какой-то фундамент, основу. Я училась 5 лет в Санкт-Петербурге, в отделе именно отдела менеджмента, управленческое дело. Наверняка это и было основано. То есть бухгалтерию я веду сама. Какую-то концепцию управления персоналом, маркетолог. То есть я тоже все сама. Поэтому наверняка нужно вкладывать своих детей в их образование. И это когда-то просто. Бахат, какая вы молодец. Молодая, талантливая, успешная. Желаю вам удачи. Спасибо большое. И не останавливаться на достигнутом. Все впереди. Тем более женщины это святое для нас, мужчин. Спасибо большое. Обязательно. Заметим, что молодые предприниматели активны не только в собственном деле. Они участвуют в социальных проектах, оказывают помощь многодетным семьям и нуждающимся людям. И начинается это на уровне общественной работы в университете или колледже. И еще в студенческие годы. Так что активная жизненная позиция, как видно, помогает преодолевать трудности, связанные с развитием бизнеса. Удачи вам. И пусть идеи всегда осуществляются. Не забывайте делиться информацией с нами. В программе «Город сегодня» на сайте Фейсбука и Рика ТВ. Всех благ и отличного настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова